Вот так изначально выглядел проект обновленного сквера на проспекте Победы. Такой подарок 150-летию Ак-Тубе решила сделать руководством Угалжарского района. Сейчас ведутся работы по установке новой арки. Ее высота будет 5 метров. На ней, как и обещали чиновники, также будут указаны даты начала и конца Великой Отечественной войны. То есть вся символика, барельеф Знамени Победы, что были до ремонта, сохранятся. Еще из новшеств беседка размером 4х4. Напомним, в соцсетях горожане бурно высказывали негодование по поводу установки здесь детской площадки. Детская площадка, вы знаете, мне кажется, это несовместимая аллея Победы и детская площадка. Как-то вот нет в этом сочетания какого-то равенства. Детская площадка должна быть, наверное, сама по себе. Вот очень хорошее место за Алакаем. Как раз детский театр. Там вы сделаете детскую площадку. Ну а здесь, соответственно... Чтобы здесь было место, где летом можно было бы играть в шахматы. Специальные столики хотелось бы? Ну и, соответственно, столики там... Ну здесь у нас несколько таких мест есть. В районе центрального стадиона играет шахматы там. На аллее, по-моему. И здесь что бы так же сделали. В итоге заказчики народ услышали. Решено поставить беседку. Ее каркас уже установлен. Строители говорят, что она будет из дорогого и прочного материала. Стекло-фибробетона. Новых скамеек, урн, как изначально заявляли чиновники, здесь не будет. Решено оставить прежние. Работы по освещению уже завершены. Столбы покрашены. Светельники в количестве 20 штук с LED-лампами турецкого производства тоже уже установлены. Начались работы и по покраске заборов. Горожан же волнуют зияющие дыры в заборах. Вы там видели, наверное, что разворовали вот эти вот... Да. Ну тут надо, я не знаю, что-то предпринимать, наверное, или доставлять, сделать. Там, ремонтировать или убирать заново что-то делать. Они его просто покрасили и так, видимо, оставят. Я не знаю. Но рабочие компании «Ремгорстрой» поспешили успокоить разволновавшихся горожан. С их слов, все пролеты заборов в местах, где они отсутствуют, обязательно восстановят. Правда, ставить будут уже не чугунный, а используют обычное железо. Всего в заборах, а длина аллеи составляет 400 метров, не хватает порядка 60 элементов. Их сваркой, покраской уже занимаются. Готовые заборы просто привезут и установят. Вообще, в эти дни рабочих больше волнует система полива. Ведь здесь предполагается высадить дополнительную растительность. А воды, чтобы затем поливать тот же живой газон, его планируют посеять, нет. Для этого решено было пробурить скважину и протянуть водопровод. «Там большая работа предстоит, потому что эту землю надо будет копать нам. Ну, так как, ну, часто в стесненных условиях мы должны работать. То, что там деревья мешают, ну, чтобы технику загнать. А надо все вручную копать. Вы сами представляете, да, какая кропотливая работа там предстоит нам. «Но в связи с этими работами деревья не будете же, да, спиливать?» «Нет, деревья мы вообще не трогаем. Деревья, между деревьями надо будет нам копать. Ходить там копать. Ну, сейчас вот голову ломаем, как это все грамотно сделать между деревьями. Там все мешает, что это все. А если все техникой сделать, ну, там она быстро. Это вот у нас мы просто, да, просто сами не знаем, сколько это у нас время займет». Всего на реконструкцию сквера будет затрачено порядка 46 миллионов тенге. Деньги, как особо подчеркивают сами строители, не бюджетные, а спонсорские. Чиновники очень надеются, что подарок горожане не будут сильно обсуждать и критиковать, а наоборот примут с благодарностью. Ведь дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Результаты работы руководством Мугалжарского района должно продемонстрировать в сентябре. Продолжение следует...